Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Подать заявку на Уржу. По словам Васильева, в 11 кировских моногородах в ближайшие два года планируется создать порядка 4 тысяч новых рабочих мест. Почти тысяча будет временными, направленными на создание инфраструктуры, а остальные – постоянными и высокотехнологичными на новых производствах. Программа Экономика. Средний возраст работника в регионе 41 год. К такому выводу пришел Кировстат в ходе выборочного исследования рабочей силы в первом квартале этого года. По его данным, в регионе численность рабочей силы в возрасте от 15 лет – 670 тысяч человек. Большинство из них – горожане. На долю сельского населения приходится только пятая часть трудящихся. Среди работающих женщин почти каждая третья имеет высшее образование, среди мужчин – каждый четвертый. Не окончили школы 0,3% женщин и 0,8% мужчин. И только 8% всех занятых работают не по найму. Они являются либо сами работодателями, либо самостоятельно занятыми, либо помогают на семейном предприятии. Экономика. На 101 АФМ. Конкуренция на рынке труда снизилась. Об этом сообщает компания Headhunter. По ее данным, в конце мая сыскательская активность спала, а число вакансий не изменилось. Сильнее вырос спрос на тех, кто связан с продажей и обслуживанием автомобилей. Еще два года назад сфера была в глубоком кризисе, но за последний год вакансий стало больше на 65%, отмечают специалисты. Претендентов на каждую в среднем 3,5. В целом же паркировано одну открытую позицию почти 6 резюме. Легче всего сейчас устроиться на работу в сфере продаж, в банковской сфере, медицине и в страховании. Самый высокий уровень конкуренции придется выдержать юристам 14 человек на место, топ-менеджерам 13,5 и студентам 11. В завершение валютах доллар на сегодня 56,69, евро стоит 63,61 рубля. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM 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 Программа «Экономика» на 101FM